В Туле чиновники продали стадион. В поселке Архангельском Зареченского округа с молотка ушел спортивный объект, как говорят, под строительство коттеджей. Это при том, что других мест для занятия спортом в населенном пункте, где проживают почти полторы тысячи человек, 400 из которых дети, просто нет. Местные жители за стадион решили бороться до конца. Записали видеообращение и отправили его напрямую к губернатору. И до адресата оно дошло. Тем чиновникам, которые выставили спорт-объект на продажу, пришлось отвечать перед Алексеем Дюмином, почему так получилось и как они теперь планируют возвращать стадион жителям поселка. Каждый день он здесь, но пока еще их стадионе. Миша Вороничев играет с друзьями в футбол, подтягивается на турниках, но уже знает, для занятий спортом нужно искать другое место, ведь стадион чиновники пустили с молотка. Как можно было продать стадион в поселке с населением почти полторы тысячи человек, 400 из которых дети, никто из местных жителей не понимает. Тем более, что другого места для занятий спортом здесь просто нет. Мы подали заявку в рождественское, наш отдел, и они нам сообщили, что оказывается 15 мая уже участок был куплен. Поэтому мы очень все сполошились, для нас это было такой неожиданностью, потому что год назад мы подавали для того, чтобы сделать наш стадион привести в порядок, чтобы здесь были беговые дорожки, чтобы какие-то мероприятия проводили, соответственно спортивные соревнования. Сейчас же, как говорят, здоровый образ жизни должен быть на первом месте. И вот узнали такую неприятность. Не добившись правды у местных чиновников, жители Архангельского написали в виде обращения к губернатору. От имени ребят и всего села Архангельского просим нашего губернатора оставить нам наш стадион. Когда обращение жителей поселка попало к губернатору, чиновники заерзали в креслах. Глава городской администрации Евгений Авилов заявил, землю продавали не они, а Министерство имущественных и земельных отношений. Вернуть жителям Архангельского стадион чиновники должны будут в ближайшее время. И не просто вернуть, а еще и благоустроить. А шестилетний Миша Вороничев вовсю готовится к предстоящему матчу с сити-менеджером. И в своей победе не сомневается. Сергей Речиц, Игорь Щепотьев, Тульская служба новостей.